Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» в студии Полина Булава. Казминерал состали простые акции Казминералс, незначительно отыграв вчерашние потери. Их цена выросла на 1,61% и составила 1,930 тенге за акцию. Максимум по данным бумагам за сегодня был зафиксирован на уровне 1,947 тенге за акцию. Наибольшее снижение продемонстрировали простые акции Кегок, которые подешевели на 1,37%. Цена на закрытие составила 1,575 тенге. Объем сделок сложился на уровне 166,5 млн тенге. Сегодня на Касе Министерство финансов Казахстана привлекло 10 млрд тенге, разместив свои 20-летние облигации под 8,63% годовых. Текущий срок до погашения чуть более 15 лет. Доходность операции РЭПО с государственными ценными бумагами сроком на один день снизилась на 58 базисных пунктов до 9,1%. Доходность однодневных свопов на 98 базисных пунктов до 9,8%. Официальный курс доллара США установился сегодня на уровне 388 тенге, 18 тенге, снизившись на 10 тенге. Курс доллара к тенге снизился до указанного уровня на фоне новостей о восстановлении цен на нефть. На 15.00 по времени Нурсултана цена ноябрьского контракта на нефть марки Brent выросла на 15 центов до 58,41 доллара за баррель. Напомним, что во вторник цены на нефть упали до почти месячного минимума. Средневзвешенный биржевой курс по итогам торгового дня составил 388 тенге, 20 тен. Объем торгов составил 86,3 млн долларов США. Средневзвешенный курс рубля вырос до 5 тенге, 83 тен при объеме торгов 15 млн рублей. Курс единой европейской валюты в результате торгов установился на значении 426 тенге, 40 тен. Рост составил 1 тенге, 35 тен при объеме торгов 100 тыс. евро. Стоимость валютной пары юан тенге выросла на 13 тен до 54 тенге, 16 тен. Это была программа «В курсе». Увидимся после следующей торговой сессии. Редактор субтитров А.Семкин